Девушки отдыхают Предпринимателей с долгами и проблемами Это трудозатратно Вы знаете, как слепые котята Нельзя с тройкой по математике становиться эпэшником И вам это нормально 8 городов России И всего 2 дня Чтобы спасти умирающие бизнесы Что надо? На грани прям вообще Я это буду исправлять Кроме этого, б***ь, переделываем Все хорошо Смотрите прямо сейчас Проект Наставник О, е-мое Танц, танц, танц На-ставник На-ставник Вот МКАД А вот Подмосковный Долгопрудный Здесь находится кампус Московского физико-технического университета Преподают лучшие ученые И учатся Самые умные айтишники Их сердца мечтают покорить Все красавицы нашей страны А чтобы стать еще краше и милее Они ходят в местные салоны красоты Владелец одного из них Настя Максимова И она обратилась в проект Наставник Свой салон я купила по франшизе Год назад И очень радовалась этому событию Сначала у меня была хорошая выручка Много клиентов И проблем с бизнесом не было Но потом что-то пошло не так Сейчас мой бизнес настолько в упадке Что салон, скорее всего, придется закрыть Я очень прошу наставника мне помочь И спасти мой салон Настя юный собственник бизнеса Ей всего 26 лет Настя, не переживай Знакомься Игорь Стоянов Основатель сети агентства Персона У него 130 салонов по всему миру А еще он президент Ассоциации предпринимателей Индустрии красоты Моя формула управления Я учусь сам Практикую И свой опыт и знания Передаю другим А еще он дипломированный коуч Настоящий С дипломом Три года я учился Пошел туда для того, чтобы научиться Работать Современно С большими компаниями Ну, какая у меня и есть Игорь начал с проверочки И отправил в салон Тайную покупательницу Здравствуйте Добрый день Вы работаете? Работаю Реально здесь не важно Они слушают про мои ногти? Слушаю Это нормально Просто очень страшно Мне нужно на свадьбу У меня отменился мастер Мне нужно сделать волосы Ну, не сильно можно Мне нужно Мне нужно делать волосы Макияж и ногти Нюдо Ну, вообще С задачей За полтора часа Сделать одновременно Три услуги Вот так Срочно С безумным Тайным покупателем Справляются единицы Ну, посмотрите У меня стилеты нарощены Я, ну, как бы Их делаю Видите, какими То есть мне нужно Чтобы она смогла С этой формой работать Это форма, которая делается Ну, то есть сложно Мне нужен макияж Укладка И ногти А ногти Там вот такие Ну, здрасте Извините Макияж Мы постараться Организовать Макияж Но ногти Прямо сейчас Точно Молочные Пока Тайный покупатель Пугает салон Стилетами Наставник Осматривается На местности Дверь С трафаретами Конечно Высохшие Растения Вот эти Ну, забор Понятно Окурки Сюда Не каждый Может забраться Надо сильно Постараться Ну, вот это Ребят Это, вот смотрите Это ровно Три минуты Пока наставник Заботится О цветочках Настя Проявляет чудеса Клиентоориентированности Можем перенести мероприятие Чуть позже Я перенесу свадьбу Подруге Мы просто не успеем За полтора часа Не поймите За полтора часа Мне могут сделать Смотрите Я бы помыл окна И в них бы Сделал цену Скреплю зубами Ненавижу Этот бардак Хочется оторвать Но не будем Мы не для этого Наставники Не изверги Наставники Человека Люба А тайная Покупательница Все продолжала Терзать Стилетами Настю Может у нее Есть план И она его Придерживается Можно мне Пожалуйста Все-таки Вашего специалиста Сделать мне Прямо сейчас Маникюр Тогда Сделаем так Просто мне Хотя бы Поменяю цвет Пусть приходит Мастер по маникюру Сейчас делает И волосы Она начинает Делаться И сделает макейш Таисия Таисия Ногти Я не могу Вам сделать Почему вы ржете Ну все Это у меня Здесь стоит На рецепшене Требует услугу В 4-6 рук Ногтевика нету И он такой С тортиком Игорь Тайную покупательницу Игорь поблагодарил За проделанную истерику И она испарилась Я не просыпала На начальном этапе Этот день Потому что он Только начинался Почему ты работаешь Сегодня Администратор делает Брови Себе Нет Она бровистка Еще Ну во-первых Я был удивлен Что Настя Была застойкой Рассказывай Это витрина На ней Тоже Косметика Которую мы продаем Это для меня Не как для совсем тупого Я кое-что в этом понимаю Расскажи С точки зрения бизнеса Не как клиенту Я же не клиент А как клиенту Мы сейчас послушаем Здравствуйте Проходите Вы На какой процедуле? На челку? Пойдемте Я сразу положу Есть правило Что ресепшн Не ставится Напрямую У входа Потому что Любой ресепшн Для клиентов Это стресс Ресепшн Ставится сбоку Чтобы клиент Заходил И разворачивался Давай, давай, давай Ты хозяйка Я вообще В гостях Игорь Для закрепления Эффекта Решил потрясти Менторской Экспертизой Я не узкий Специалист Обычно Наставник Приходит Он вот Витринист И ты мне Рассказываешь Про витрину Я тебе говорю Слушай Сало, мед, говно И пчелы Здесь все в одном Давай уберем И я тебе выстраиваю Витрину Ментор Он больше Про Ведение Он вообще Про стиль жизни А что Ценников нет? Ценники Только у администраторов Так как с самой Витрины Сразу И отдают товар Ну ты в курсе Что это неправильно? Ну да Ну окей Поначалу Хотелось воспринимать Его в штыки Потому что Он пришел Такой взрослый Дядечка Который С огромнейшим опытом И я тут такая Стою перед ним Сыкушка Которая Ну как бы Не в таких масштабах Бизнес И в целом Как бы Не особо Там что-то понимает Настя Не переживай Наставник Всему научит У него же Опта больше Стрижка Сколько стоит? На короткие волосы Топ стилист 1300 А ты можешь сказать У тебя Ты считаешь Салон Эконом Бизнес Это не точно Не бизнес Но и не эконом Наверное комфорт Комфорт Да? А вот По внутренней Градации Игоря Салон Потянул на Бизнес Класс Мы будем понимать Что это Пол Бизнес Класса Не потолок А пол Зона ожидания Для клиентов Это клиентский диван? Да А кто на нем Кто на нем Живет? Кто на нем Живет? На него Периодически Разливают кофе Вы не чистите его? Чистим И снова Разливают Ну чего уж говорить Сама сидела На этом диване Сама проливала Туда кофе Здесь у нас Массажное отделение Здесь также принимает И косметолог Сколько у вас Ваша клиентская база? Так Ну сейчас Трое наверное Вы плохой массажер? Знаете Я не отвечу Вам на этот вопрос Потому что Его мастерстве Должны говорить Другие А не он сам Почему? Ну вот я вам скажу Что я Например Крутой менеджер Я построил компанию Прекрасно Я считаю Ты не скромный Я скромный человек Ну просто Три клиента Мало А вы забираете Клиентов Из этого салона На дом? Я им не даю Своего телефона Я их никуда Не сманиваю То есть Я веду себя Порядочно В этом смысле Это делает Вам большую честь Если клиент Здесь Значит он только Здесь Но проблема Не в нем Проблема в том Что большинство Наших клиентов Это женщины Женщины Ну честно Вот я сама Не хожу на массаж К мужчине У нас здесь Есть специалист Доктор по телу Елена И Ее просто нету По той причине Что она уехала В отпуск Да Желаю Чтобы у вас Клиенты были Спасибо Спасибо за пожелания Самое главное Что хотелось В один момент Просто его чем-нибудь Ударить А с другой стороны Его обнять И сказать Спасибо что ты пришел У меня бизнесовый вопрос А че это помещение Не используется Да Оно действительно Никак не используется Вот Просто В будущем Это мой кабинет Китайцы обычно Спрашивают На хуа Вот ну Объясни мне Почему Ну я бы сюда Просто Для того чтобы его Начать задействовать Мне необходимо Сюда купить оборудование Но на это Нужны средства Которых как бы У меня нет Почему Ну по той простой причине Что сейчас бизнес Не в плюсе Не в плюсе Нет Постояли Помолчали И пошли В маникюрный зал Ну все пустое Ну неплохой Маникюрный кабинет Очень Даже сухожар Есть тут Ну а как без этого Нет Слушай В стране полно Нет У нас все Простой Ну это не заводись В чем же дело Наставник Выяснил Очень быстро Дела у Насти Настолько не очень Что она Совмещает работу В своем салоне И во всей сети Франшизы Франшизе я пришла год назад Потому что сама работала В этой сети Работала От администратора До управляющей Далее решила Что ну как бы Все Мой опыт уже достаточно И я хочу в бой Я работаю куратором По сети студий Вот этой же Инна Морозова Да Что? Ты знаешь Напоминает мне фильм Про какую-нибудь секту А у меня вопрос Кто такая Инна Морозова? Ну Кто о ней знает? И что вы продаете? Вот если Мы приехали К Насте Да Которой еще Охренеть Куратор У Инны Морозовой То есть ты В иерархии секта Или франшизы Этой так называемой Где-то там Ну Наверху Да Но твой салон В убытке Объясни мне Вы что С Инной Морозовой Масштабируете? Не успех твой? Какая у тебя выручка здесь? Оборот за месяц? Выручка Да Ну Оборот Оборот за месяц Это 900-миллион 900-миллион Точка безубыточности какая? Я не просчитывала Не просчитывала Какая клиентская база? 1800-миллион Средний чек у тебя какой? В день 2,500 Средний чек в день не бывает Средний чек это не в день Ну как у нас валируется В зависимости от того Ребят, вы бизнес строите? Вы в какой? Вы где? Откуда это все? Знаешь, что такое средний чек? Когда берется валовая выручка И делится на количество клиентов Или услуг в месяц И у тебя получается Средний чек студии Угу Я знаю Чувствовалась огромная такая сила Сила слова Я не знаю Вот он мог в моменте Как этим словом убить Так этим словом прибодрить Чтобы делать выручки 3 миллиона Со средним чеком 2,500 У тебя должно быть клиентов Горячая клиентская база Такая рабочая Где-то 1200 клиентов У тебя есть 1800 Да, но из них очень многие не ходят Почему? Потому что ушли за мастерами Ну то есть поменялся коллектив Они ушли Вытягивали их на рассылки, на звонках Очень многие кто переехал Кто не хочет ходить Вот идеально рассказываешь Почему не будет Предприниматель обычно Делает все, чтобы было Ты пи*** Пока, мне кажется Тебя все устраивает Нет Это кажется Да, ну посмотрим Собирай людей Коллектив салона Встретил новость О приезде наставника С волнением Кучайте, Валерьяночки Да, вот что Я единственное За что боюсь То, что в кадре будут видны Мои морщины Больше я ни за что не переживаю Мы здесь решили, да? Конечно Да Он нас нашел Морщины Он нас нашел Он нас нашел Первой заговорила Настя Говорила она о любви У меня очень хороший коллектив Я его безумно люблю Но сейчас мы страдаем записью Это как бы факт И что и меня расстраивает И их это расстраивает То есть были очень много разных мыслей На этот счет Было Был даже такой период Когда уже все Опускались руки И хотелось все это на самом деле Просто продать А вот шампанское Открывать рановато Праздновать пока нечего Ну Я не готова продавать это все Потому что Я в ответственности За людей Которых я приняла на работу И это Они мои люди Они моя семья И поэтому я хочу Все это вывести в плюс И продолжать работать Ну давай послушаем Считают ли они так же У тебя много Боли, переживаний Ну конечно Ну ты понимаешь Что людям плевать на бизнес Людей интересуют Их деньги Им надо кормить семьи Да Коль Ты ради чего Приходишь сюда Каждый день на работу Да Игорь Вы совершенно правы Ради денег Ну А почему нет И что я бесплатно должен Свою работу делать Сейчас должна это выяснить Из-за финансов Потому что я работаю Тут за деньги Ну а с афат Мне просто нравится Работать с людьми Ради чего ты работаешь А я Ну я как и все Ради зарплаты Ну а ты звезда На самом деле Я не тот мастер Который прям Нуждается в работе У меня достаточно Нет В деньгах я всегда нуждаюсь Да ладно Конечно Мне кажется Ты все бриллианты Спрятала Я служу с Настей И хочу развить Косметологический профиль В этом салоне Потому что косметология Это очень прибыльное дело В отличие от всех Остальных сотрудников салона Которые получают 50% От своей дневной выручки Косметолог Джанет На правах подруги Забирает себе Все 70 Вот ты как подруга А почему не подружески У тебя процент с ней А потому что Любой труд должен оплачиваться Я училась Я тратила деньги Я вкладывалась в материал У меня есть оборудование Ты поняла Ты поняла почему ты нищеброд Потому что ты не вкладывалась Не училась Не работала Нет, ну хорошо Ну как Смотри Ты получаешь Ты забираешь 70% Но я приезжаю Со своим оборудованием И что? Со своим материалом Со своим материалом То есть я просто приезжаю И обслуживаю клиента На полностью На своем А почему тогда Настя Не может на твоем месте Или наряду с тобой Иметь стационарного мастера? А потому что я Не хочу конкурентов Вот Конечно Это самая встречающаяся ошибка Когда мастера И в данном случае Джанет Управляет салоном А твоя работа выстроена Чтобы твоей подруженции Которая из тебя берет 70% Было хорошо Это первая порочная история Которая здесь Не даст тебе вырасти И делать свои полтора-два миллиона Которые ты здесь должна Просто должна априори делать Вы здесь все такие Нам бы друг друга не травмировать Нам вот так все ссоры Положить на стол Да вы живете в говне Ну живите тогда Если вам не надо Мы прям заканчиваем И я уезжаю Настин коллектив Может был бы и рад Преждевременному отъезду наставника Но Игоря было уже не остановить Сколько смен ты работаешь Как админ и как бровист? 15 Чего 15? 15 смен Все в одну смену Не годится Полная Не работает это У тебя должно быть 10 смен Как админ Сколько ты зарабатываешь Как бровистка? Всегда по равному Сумму мне скажи В день сколько? Ну Максимум Две тысячи тоже могу заработать Тысячи пятьсот вот так Две Ты понимаешь, что она За телефоном И как бровистка Но она не может даже ответить И вот представь, Лариса Тебе делают брови Я делаю И мне звонят Алло Да Сейчас запишу Ларис, одну секунду Я отбегу Ты так работаешь? Это ты называешь сервис? Команды у тебя нет Положиться здесь не на кого Но есть хорошие новости Мы сегодня докопались До такой До определенной степени Открытости Спасибо всем Все сказали Насть, мы к тебе очень неплохо Но мы за свои бабки Пока нам так удобно Вопрос, удобно ли тебе Одевать брюки через голову Это было достаточно агрессивно Но я же знала, на что я иду Наставник провел час в салоне И вот, что он выявил Насте приходится работать в найме Да так, что ей не хватает времени На собственный салон И мастера крутят ей, как хотят Совмещая разные должности Настя не считает основные финансовые показатели Не использует свободные площади Пятна от кофе на диване Засохшие цветы Эх, Настя точно запустила салон Наставник после совещания с коллективом Придумал креативное решение всех проблем Одним махом Можете закрыть его Ну или продать, например, за те же деньги По мне, закрытие – это трусость Все Закрыть можешь всегда И всегда ты в любой непонятной ситуации Ты можешь так, все, я закрываю, я пошла Ну как бы, а вот развивать, выйти на доход Это уже как бы... Уважаю, согласен, круто Прям, ну, поддерживаю решение Но смотри, что у меня не мачется вообще Что ты работаешь в головной компании Да Которая дает тебе ноу-хау Которая не приводит тебя к результату Да Ты за это платишь деньги И еще у них работаешь Да Чтобы оплачивать, ну, докладывать деньги Которые здесь не дозарабатываешь Да Тебе не кажется, что это х** полно? У Насти нет времени заниматься собственным салоном Но и бренд, по сути, ничего не дает И мы потом с Настей обнаружили, что как будто Настя сама себя добровольно сдала в рабство Из которого ушла, открыв франшизу и купив этот салон Вот это какой-то порочный круг, в который Настя нырнула по доброй воле В этот момент у меня такие розовые очки Я думаю, что я честно даже продумывала, что я сейчас добомблю ей сентябрь и уйду Я не верю тебе Ну, потому что если я не уйду, то я здесь упущу сезон Новый год Почему? Я вот сама себе очень рада Давай ей позвоним, и ты об этом ей скажешь Что, слушай, Инна, я приняла решение Ну, как бы, во-первых, у нее выходной Ну, и к ним выходной ее Плевать, это твой бизнес Платить 60 тысяч рублей в месяц регулярных роялти Это большие деньги За них компания должна предоставлять очень конкретные и понятные услуги Окей, какие у тебя штрафные санкции? Миллион Миллион? Я тебе дам миллион Ну, да, тогда я готова все это снять Мои юристы были готовы помочь Насте Спокойно, досудебно решить проблему И освободить ее от бремя, которое ей не нужно Вот так простая девушка Настя из Долгопрудного Получила от наставника миллион Какую бы гадость ты ни писала Я не пишу гадость Да, поблагодари Привет, я хочу поблагодарить тебя Но я приняла решение уйти из наема Нахожусь в своей студии Она без меня не работает На нее у меня нет времени Именно поэтому Хочу уволиться На самом деле это все очень долгое время гложило Что я отдаюсь тете, а не себе Все, Добби свободен А чтобы Настя вдохнула свободу полной грудью Игорь повез ее на секретное испытание Не, мы тебя не оставим Я тебя теперь не брошу Мне сказать нечего Божечки И? И я придумал для Насти задание Прыгнуть с высоты на тарзанке Слушай, ну она невысокая Вообще невысокая Конечно, невысокая Тринадцать этажей Это совсем невысоко Наставник Насти достался с фантазией Суть его испытания проста Прыгнуть с тринадцатого этажа Это сложное решение Такое же сложное, как бывает в бизнесе Это очень заманчиво и страшно Да я сам, думаешь, вот оно мне надо Такие штуки на физическом плане Они прям помогают В принятии решений По сути, мы полезем туда Вот как будто к вершине Я не знаю Твоего успеха в твоем бизнесе Ты можешь оставлять и материть Эту франшизу свою Ты можешь материть свою жизнь Гипертонию И оставлять вот с каждым шагом Вот этот вопрос осознанного восхождения А сейчас опытный наставник Объяснит, где искать мотивацию Ты должна понимать Какого ты туда лезешь Каждый пролет Это будет Миллион, да? Я сейчас хотел посчитать 500 тысяч, миллион Нет, нет, нет Каждый пролет это миллион Миллион Отлично Давай, Настя, вперед К миллионам Многие к нам приезжают Именно для перезагрузки Именно для понимания Что я могу Я смогу идти вперед Я смогу идти дальше Я могу больше Я могу то, что я от себя не ожидала Ну что, ты, может быть, переступишь Эту штуку? Нет, я так не перелезу О, боги На что вы вообще меня подписываете? Умница Что, страшно, Настеньке? Да тут всем страшно Ладно, Настя Уже даже забраться сюда Большое дело И здесь я вообще начинаю сдавать назад И говорить, что нет Я не буду прыгать Не буду Не хочу и не буду Я не могу прыгать Потому что, во-первых, я астматик Во-вторых, у меня гипертония Это высокое давление И я понимаю, что как бы Вчера я лежала со 170 А сегодня я прыгаю Но как бы это не совсем адекватно Считаешь, что Ну, для меня ты прыгнула Слезайте, давайте Вам еще бизнес налаживать А вы по вышкам лазаете Настя Сильный шаг сделала вперед Это большое преодоление И для меня она прыгнула Я поняла, что он вообще другой Ну вот, это все Какая-то была пыль и мишура Спустилась Настя уже сильным И смелым человеком Ну и что, сейчас мы можем посмотреть Что там тебе написало Ответь мне Давай Так Привет, хорошо, без проблем Но в первой половине сентября Я ухожу в отпуск О котором ты знаешь У меня нет времени и невозможности Сейчас искать я замену В любом случае О таких переменах сообщают за месяц В связи с тем С чем, чтобы меня не подводить Я прошу доработать до конца сентября И типа из-за этого она просит меня остаться Да, но тебе это зачем? Согласна Настя получила домашнее задание от Игоря И как последний отличник Пошла его исполнять Завтра у нее первый клиентский день Это большое мероприятие для всех клиентов Угощение, шампанское и хорошие скидки Привлекают в салон новых клиентов И позволяют собственнику заработать с общего оборота Но до этого надо успеть сделать ребрендинг салона Генеральную уборку Обзвонить клиентскую базу Перетрясти расходы И разобраться с совмещением должностей Первым делом с утра Настя стала выгидывать хлам И строить Аню Парикмахера, администратора И бровиста в одном лице С этого дня мы будем работать абсолютно по-другому Значит, когда встречаем гостей Мы не говорим Здравствуйте, вы по записи Соответственно, мы выявляем сразу имя клиента Представляемся к нему по имени Проводим зону ожидания И приглашаем мастера И теперь мы не совмещаем Теперь разделяем четко В какой день ты администратор В какой день ты парикмахер Точно так же и Даша В какой день она администратор В какой день она бровиста Можно мы все-таки будем совмещать Потому что нам это было удобно Я понимаю, что это вам удобно Но мне это абсолютно неудобно Теперь у нас новые правила Мы работаем только так И я хочу, чтобы мой бизнес процветал А не только делать так, как удобно вам И вот это тоже При том, что я была на валерьянке Как бы она меня вообще не спасла Не спасла валерьянка И бровиста администратора Дашу Теперь при встрече гостей мы встаем обязательно Не говорим о том, что они по записи Пришли ли вы по записи Также мы теперь не работаем как администратор И как бровист Держит? Да Идеально До клиентского дня остается буквально час А вот и Игорь с его командой О! Вот, ребята, это салон Настя Смотри, она, кстати, все, что мы договорили Забор поправила Цветы поменяли Потому что здесь стояли прям сухоцветы И придумала название Какова красота Как вам название, кстати? Спорно Смешанные эмоции В том месте ставить ударение Какова? 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 Да, какова Необычное, мягко говоря, название Какова красота? Ну да, какова Да хорош уже разминать Пора посмотреть Каковы изменения внутри Привет Здравствуйте Всем привет Тебя не уволили Это уже хорошо Или, вернее, ты сама не уволилась То есть Насте уже удалось сделать первое изменение Разделить функционал Чтобы администратор в один день Не совмещал работу специалиста Это была победа Знакомьтесь Меня зовут Дарья Это мои ребята И вот первое впечатление у меня, что это надменные люди Они профессионалы Это видно Что у них хороший стаж работы Что они работают абсолютно в другом сегменте С другим сегментом Пока команда наставника осваивается В Долгопрудненском салоне Настя отчитывается о проделанной работе Я обзвонила полностью клиентскую базу Вот она у меня здесь выгружена Каждый помечен Кто прозванивал? Дарья или ты? Мы совместно это делали То есть я дала задания Контролировала Дарья села Сколько звонков сделали? Звонков сделали больше 150 В течение двух часов Ничего себе То есть вы звонили, не останавливались? Вообще не останавливались Насте не удалось вызвать всю команду Лариса, Джанет, Коля Не поддержали ее Дианя Она делает брови Ну как она? У нас мастер-класс Это было такое небольшое фиаско С точки зрения организации рабочего дня Смотри, я привез людей Привез команду Вера Вера У Веры, Веры У Веры час стоит Как Ё-моё Как выручка твоя дневная Где наши мастера? Она будет Ждем? Я нервничаю Такое было поведение Будто бы я здесь должна была нагнать 500 мастеров Не успела Настя закуситься с наставником Как пришла Аня И наставник почуял свежую кровь Какая у тебя первая фраза Вот сел к тебе клиент Вот ты его первый раз видишь Добрый день, что будем делать сегодня? Ага, вот это прям Да? Да, это прям молодец Это хорошие шансы Что из Ани вырастет мастер Что она самокритичная Так, ну в экономии это нормально Так разговаривать Тань, как бы ты хотела Чтобы с тобой начали разговор? Ну вообще я бы хотела познакомиться с мастером Неплохая идея, Аня Знакомьтесь Добрый день, меня зовут Аня Я буду вашим сегодня стилистом По волосам Как вас? Как вас зовут? Или как вам обращаться? Как я могу к вам обращаться? Меня зовут Татьяна И сегодня я хочу Голливудские локоны Вы не сделаете? Такие долгопрудные Голливудские Известные голливудские локоны Хотя бы Ты понимаешь, в чем разница? Ну вот прям Диалог Огромная такая разница Ну поехали Локоны Долгопрудные Я тебе покажу Да, я начну О чем точно ты бы не стала разговаривать Или что может вызвать конфликтную ситуацию У меня перезагрузка Нормально, нормально У всех Хочешь, я с тобой постою за руку Тебя подержу? Со мной это нормально Давай Все эти камеры Здесь Игорь, перед которым она стоит И понимает, что у человека Гораздо больше опыта Во всем этом И естественно она теряется Теряется и начинает Не может собрать себя Не может поговорить с клиентом Ну давай Бомби Нет, наоборот Ты крутишь от лица Соответственно пузыка у тебя идет в ту сторону Давай Да Ты должна держать Давай еще раз Дубль два Можно я буду Просто мне что-то поняту Ну, во-первых, я понимала То, что она Не стилист Как бы Красота Давай дальше Видишь Прекрасно Молодец А мы группа поддержки Она собралась И все-таки Хорошо выполнила свою работу Закончила этот мастер-класс Тяжело в этот день было не только Ане Даже тоже достался Мастер-класс По встрече клиентов От администратора Персоны Добрый день Здравствуйте Что это у вас тут такое? Просто все розовое Студия Какова красота Хотела узнать Мужчин Стрижете Маникюр можно сделать Без покрытия Быстро И чтобы на работу Сейчас успеть Сначала могу записать К стилисту по волосам А после стилиста Могу записать вас На маникюр Удобно будет Сколько по времени Это самое главное? По времени Замет Это где-то Час Тридцать Ну, скорее всего Нет Потому что Ты не вышла Ты стоишь До сих пор Разговариваешь за стойкой То есть Если бы я был здесь Тебя не было бы слышно Про то Сколько это будет стоить По времени И так далее Я сам спросил у тебя К кому ты меня записала Я до сих пор не знаю И не спросила Как меня зовут И сама не представила Да Пока команда играла В ролевые игры Наставник решил Внести правки В дизайн Можно похулиганить И сделать Прям А Такую Остую С красотой Разобрались Пора двигать мебель Это, кстати, ребят Золотое правило Если нет денег Мы делаем Перестановку Это я рекомендую Всем собственникам Любых предприятий Двигать мебель Уже слетел образ Такого стилиста Такого Вот прям Он как настоящий Русский пахарь Просто вхватает Этот рецепшн За секунду Он его втаскивает Уже в другую комнату Все это на ходу Происходит Сюда Кидается зеркало Сюда вылетает диван И все происходит Настолько быстро Что я не успеваю Даже особо сообразить Что вообще происходит Давай вот это Нам нужно освободить Чтобы сюда Двинуть диван Все А, Даш А, ты хочешь Чтобы я вытер Детка моя родная Тогда намочи ее И принеси мне ее Со шваброй А я вымою полы Мне нужна тряпка Со шваброй Чтобы я протер пол Видите, как хорошо Хоть со второго раза поняла А как ты меня поняла? Не, просто У меня все А как ты меня поняла? Можешь мне повторить? Я поняла Настю Чтобы она Что она сказала Чтобы я принесла швабру Ага С чем? С тряпкой Мокрой Да Отлично У меня нет таких людей И не было никогда И не будет Ну и наконец Мастер-класс для Насти По экстренному устранению Кофейных пятен С дивана Я бы еще Кроме этого Вот это бы взял Все-таки Она отвалилась Пришлось действовать Кардинально Потому что у нас уже На носу был клиентский день Мы ждали гостей Все Прям шикардос Стоит рецепшн Просто вот так Вот все на нем накидано Здесь они еще решают Снимать вывеску Снимают вывеску Достаточно варварски Если ты знаешь То торжественно ленточку Отрезает Опа Смотрение обвалилось Супер Инна, прости Моя роль здесь была Все-таки Как ментора и наставника А не как Деспота Магия И вон там еще Ага Вот вы Вниматель А теперь Самое главное Начинается Клиентский день Это Барби Вечеринка С розовым Шампанским И сладкой Ватой Сколько гостей Нам же Смотри Мы это все делаем Для того Чтобы у нас была выручка Да Нам нужно Сегодня сделать 5 иксов Средней Твоей выручки Мы должны где-то сделать Около 120 тысяч Я думаю, что будет Будет Да Полная запись Осталось два окна И здесь значит Нам прилетает задание От Игоря Мы должны Не просто раздать флайеры Со скидкой и акцией А мы должны Прямо кричать На всю улицу Бегать за клиентами И это вот Клянусь Для нас новый формат Акция Клиентский день Получаем скидки Хорошо проводите У нас есть 30% Скидки на локоны На голливудские локоны Кажется Слетелся весь Долгопрудный Ты брови не можешь сделать В смысле? Я не понимаю тебя Плохо себя чувствуешь? Ань, я решусь сейчас С парикмахером Найди девушку Заведи ее вовнутрь Тогда Я хочу взять Пусть сделают У нас Шампанец Конечно Проходите Даша Это опять я Да-да, привет Какие проблемы? Скажи У меня проблемы Нет, это я понял А что у нас У тебя еще И у Ани Флэра в руках Нам их нужно Все было раздать 10 минут назад Я их могу раздать Но орать я не буду Не будешь, да? Так, а что ты готова Давай другой способ придумаем Я могу подбежать Подбежать Давай подбежим Давай, куда? Давай, давай Вот женщина идет Потому что происходит Очень много изменений За один день Начинают сдавать нервы Очень жестко Начинают сдавать нервы И первая Сдается Даша И я была готова там Остаться вместе с ней Рыдать Клянусь Мне было безумно тяжело Ценой ссоры нервов Цель была достигнута Выручка салона В клиентский день 120 тысяч рублей Это в пять раз выше Чем обычно И это победа Но главные успехи впереди Между потенциалом И тем, что делает Настя Есть большая разница Я думаю, что Настя в состоянии За несколько месяцев Сделать выручку Два икса Но мы выдержали Значит, этот день И несмотря на все Происходящие моменты Мы сделали оборот И это очень круто Потому что, значит, моя идея Сработала Значит, я безумно крута Значит, я это могу Что еще? А еще Настя Сделала невозможное Ушла с работы И сосредоточилась на своем бизнесе Разорвала отношения с франшизой Ее мастера Прошли обучение У сотрудников персоны Научилась управлять командой Провела первый клиентский день С выручкой В пять раз выше обычного И осталась при этом Чутким и внимательным человеком У салона есть шансы Все соседи нас высмотрели Глаза Я смотрю, соседи начали У себя делать ремонт Увидели И что-то там меняли Там мыли вывески И окна Поэтому я считаю, что То, что мы сделали За вот это небольшое время Это небольшой подвиг И Настя молодец Прошел месяц А Настя Настя-то Ого-го Как развернулась Прошло после съемок Так мало времени Ощущение, что прошел год У меня столько изменений Мы полностью перебрали Всю команду Исправили расписание Студия начала расти Развиваться Приносить доход И я поняла, что Ее здесь нужна Я открываю вторую студию Это уже не франшиза Это моя личная Открытие уже буквально Через неделю Хочу безумно поблагодарить Игоря Стоянова За то, что вот он пришел Действительно Он как наставник Он до сих пор меня ведет Общается со мной Отвечает на все мои вопросы Помогает мне Я сейчас иду к нему На менторский курс учиться В общем Он проводит такую Колоссальную работу Со мной За что я вот Безумно его ценю Люблю, уважаю Игорь Вы лучший Ну какова красота КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ